Всем привет! Приглашаю вас в новый влог. Хочу сейчас прогуляться в нашем торговом центре, выпить кофе и поснимать для вас. Зайду в H&M, возможно зайду в футлокер, посмотрю спортивную одежду, кроссовки. Оставайтесь со мной! Заходим в H&M и уже со входа мое внимание привлекает платье в цветках на манекене. Такого серебристого цвета, длина выше колен с длинным рукавом. Я считаю это отличное решение для праздника, для встречи нового года. Оно есть в нескольких цветовых решениях и обратите внимание, сзади внутренний замок в цвет платья. Цена такого платья 229 шекелей, это примерно 65 долларов. Далее мне попадается вот такая меховая сумочка цвета топленого молока. Она очень приятная на ощупь, очень мягкая. Цена 159 шекелей, это примерно 45-46 долларов. Со средней длины ручками. В сумке нет замка, она застегивается на кнопку и внутри есть карман внутренний для телефона, для кошелька. Очень милая такая симпатичная сумочка. Я буду показывать сегодня все, что привлекло мое внимание и без примерок. Сегодня примерки не будет. Далее вот такой свитер. Мне понравилась вязка, мне понравились вот эти косы. То, что свитер идет такой объемный и с объемным боротом. Цена 159 шекелей, это 45 долларов. Но мне не понравился он на ощупь, очень грубый. И состав это 100% акрил. Далее я обратила внимание на вот такую кофту джемпер оливкового цвета. Она очень мягкая и приятная по ощущениям. Застегивается на две кнопки, украшенные вот такими бантами со стразами. Цена этой кофты 159 шекелей. Это 45-46 долларов примерно. И состав не очень хороший. Полиэстер 52%, 41% акрил и 4% всего шерсть и 3 эластан. Далее мне понравилась вот такая модель свитера с замком, который застегивает под горло. Можно шею оставить открытой или закрыть ее. Смотрится этот элемент как спортивный. Также понравились косы и цвет этого свитера. Но отвратительное качество. Он грубый и это 100% синтетика. Это акрил. Цена этого свитера 89,90 шекелей. Это 25 долларов. И обратила внимание на вот такие варежки на резинке из эко-кожи. Цена 80 шекелей. Это 23 доллара. И они смотрятся объемно и довольно интересно. И я решила пройтись по обуви. Никогда не обращала внимание на обувь. И вот такие ботинки завышенные мне попадаются на резинке. Здесь я показываю насколько они тяжелые. Цена 229 шекелей. Это 65 долларов. Состав, я так понимаю, эко-кожа. И я не знаю из чего состоит подошва, но она очень тяжелая. Далее мне понравился визуал этих ботинок. Они понравились мне по цвету. И стоят они также 65 долларов. Это резиновые ботинки. Хорошо носить их конечно же в дождь. И у них тоже тяжелая и объемная подошва. Далее ниже стоят вот такие ботинки. Я так и не поняла это кожа или эко-кожа. Наверное эко. Они уже смотрятся аккуратнее. Цена такая же 65 долларов. И они идут на шнуровки. И подошва у них не такая объемная. Хорошо будут сочетаться с джинсами, с лосинами, тайцами. Как на каждый день обувь отлично. Далее уже более классическая модель ботинок из текстурной эко-кожи. По бокам резинка как и у предыдущих моделей. Цена 199 шекелей. Это 57-60 долларов. Далее я меряю вот такие варежки обрезанные. Не знаю точно как называется эта вещь. Но очень удобно тем, что руки в тепле, а пальцы открыты. Цена 59,90. Это 15 долларов. И они идут в трех цветовых решениях. Черный, коричневый и вот такой бежевый. Очень интересная и удобная вещь. Далее я опять возвращаюсь к обуви. И вот такие тканевые ботинки на шнуровке привлекли мое внимание. Но опять-таки они тяжелые из-за подошвы. И цена у них 159 шекелей. Это 45 долларов. Отличные ботинки в стиле милитари. Мне понравились вот такие ботинки. Вообще мне нравится лаковая обувь. Всегда смотрится нарядно и выигрышно. На шнуровке цена 159 шекелей. Также 45 долларов. И они не такие тяжелые, как предыдущие. Вот такие лаковые ботинки. Круглые черные шнурки. И не толстая подошва. Далее мне понравилась вот такая модель дутой сумки среднего размера. Но не нравится золотая фурнитура. Я люблю серебро. Знаете, бывает такое белое серебро и зачерненное. Вот мне нравится зачерненная. Сумочка идет на кнопки, застегивается. Нет замка. Есть внутренний карман. Я считаю, очень удобная модель. Цена 180 шекелей. Это примерно 50 долларов. Симпатичные сумочки. Далее кроссовки. Вы знаете, я очень люблю спортивную обувь. Это повседневные кроссовки. Но не очень тяжелые, очень грубые, вверху на резинке. Но кожа сама очень грубая. И подошва тяжелая. Цена 229 шекелей. Это 65 долларов. Но я бы не рекомендовала такие кроссовки. Из-за веса и из-за того, что они очень грубые. Далее мне понравилась вот такая меховая куртка Чебурашка. Но это стопроцентная синтетика. Состав я даже не смотрела. Но по ощущениям она мягкая. Идет на замке. Цвет замка мне понравился. И тут по бокам карманы достаточно глубокие. Цена этой куртки 299 шекелей. Это 85 долларов. И куртка смотрится симпатично. Далее я хочу показать то, что увидела на манекенах. Вот такую куртку удлиненная. На поясе завязывается пояс. И по бокам идут вот такие достаточно глубокие карманы. Я так понимаю. Это синтепон. Она застегивается на замке. И такая идет на кнопках как шлевка. Не знаю, как это называется точно. В общем, куртка объемная и приталенная. Сзади не отстегивающийся капюшон. Цена куртки также 299 шекелей. Это 85 долларов. Далее вечерняя сумочка с серебряными пайетками. Отличная модель. Классная застежка. Мне нравится и размер сумки. Но опять-таки цвет фурнитуры оставляет желать лучшего. Почему бы не сделать цвет фурнитуры в цвет сумки. Холодный, такой зачерненный. Дороже смотрелась бы она. Цена 129 шекелей. Это 37-35 долларов. Сумка классная. Но цвет фурнитуры не айс. Далее мне очень понравился этот сервис свитер с воротником. На воротнике искусственный жемчуг. Но смотрится это красиво. И он очень мягкий и приятный на ощупь. Но состав оставляет желать лучшего. 52% полиэстер, 41% акрил, 4% шерсть и 3% эластан. Мне понравился этот свитер. 159 шекелей. Цена это 45 долларов. И такой свитер можно стилизовать с грубыми джинсами. С хорошим денимом. Будет очень круто и стильно смотреться. Далее мне встречается еще один свитер с замком на вороте. И эта модель мне определенно нравится. Но опять-таки состав свитер грубый. Состав 54% полиэстер, 41% акрил и всего 5% шерсть. Цена этого свитера. 199 шекелей. Это 57 долларов. И в другом отделе мне понравился вот такой свитер с зимним новогодним принтом. У него круглое горло. И на ощупь свитер приятный. Но мне кажется, он будет колоть к телу. Так что нужно будет пододевать какую-либо маечку базовую. Его состав 50% полиэстер, 37% акрил, 10% полиэмид и 3% шерсть. Цена 45 долларов примерно. Цвет мне понравился. Такой хороший базовый серый свитер. Далее мне очень понравился этот свитшот. В мужском отделе уже понравился цвет и рисунок. Отсылает к какому-то эко-стилю. Несмотря на то, что я не люблю надписи и рисунки на одежде, но этот мне очень понравился. Свитшот мягкий, очень приятный на ощупь. И хороший состав у него. 58% хлопок и 42% полиэстер. Цена 37 долларов. Далее я зашла в отдел детской одежды. И мне приглянулась эта шапка. Но меня разочаровался состав. 100% синтетика. Цена 60 шекелей. Это 17 долларов. И состав 55% полиэстер и 45% акрил. Шапка очень грубая. Неприятная на ощупь. Я думаю, что в ней будет холодно. Она не будет греть. Мне понравилась просто модель. Вот так смотрится она на манекене. И понравился цвет. Но состав оставляет желать лучшего. Далее я зашла в футлукер. Это магазин спортивной одежды и обуви. И мне безумно понравились вот эти кроссовки от Nike. Очень красивая, я считаю, модель для повседневной носки. Цветовая гамма. Необычный язычок. Смотрите, он скошенный. И цена у нас 450 шекелей. Это 130 долларов. Я дождусь следующего сезона, чтобы цена упала. Я обязательно себе их приобрету. Они мне очень понравились. Вы знаете, я очень люблю спортивную обувь для повседневной носки. И поэтому она фигурирует в моих видео. Далее вот такая модель кроссовок Adidas. Цена такая же у нас. 130 долларов. Но мне непонятно соотношение цвета кроссовок по отношению к цвету подошвы. Подошва желтая выглядит. Что будет, когда кроссовкам будет год. Она, наверное, вообще пожелтеет. Мне не очень этот момент понравился. И понравились вот такие кроссовки Adidas. И цветовой гаммой, и моделью. Здесь шнурки затягиваются особым образом. Симпатичные тоже кроссовочки. Цена 800 шекелей. Это 230 долларов. И они хорошо подойдут, мне кажется, для занятий спортом. Не только для повседневной носки. Но первые кроссовки от Nike мне понравились больше. Далее вот такая модель Adidas Stan Smith. Цена 400 шекелей. Это 115 долларов. Очень популярная модель для повседневной носки. Часто вижу ее в магазинах. Часто вижу на улице. Симпатичная повседневная модель. Далее очень понравились кроссовки Nike Air. Особенно цветовая гамма. Такой холодно-голубой, чуть зеленоватый цвет. С холодного цвета металлического такого значком. Цена 380 шекелей. Это 110 долларов. И тоже классная повседневная модель, я считаю. Далее мы переходим к парфюмерии. Первый аромат, который я тестирую, это Omnia Golden Citrine. Понравился мне этот цитрусовый свежий аромат. Цена за 65 миллилитров 199 шекелей. И я протестировала для ностальгии Pleasure Intense от Estee Lauder. Он у меня был году в 2007. 30 миллилитров. И это прекрасный аромат сирени для меня. Чудесный парфюм. Я пользовалась им весной. И у нас 100 миллилитров стоит 360 шекелей. Это 105 долларов. Далее я тестирую ароматы Prada, линейка Infusion. По-моему так она называется. И признаться, мне нравятся все ароматы этой линейки. И миндали, и роза, и оранж, и мимоза, и ирис. Каждый аромат по-своему красив. Для меня это линейка в одном стиле с ароматами Hermes. Линейка Hermes Sans. Вот они такие же элегантные, аристократичные, ненавязчивые, повседневные. Ароматы очень сдержанные. И в то же время слышны ароматы. То есть это не легкие водички. Их слышно. Композиции слышно. Разбег цен примерно от 162 долларов до 175 за 100 миллилитров. Это я была в магазине Mosh Beer. Далее я направляюсь в парфюмерный апрель. И смотрите какой выбор герлин у нас представлен. И в частности линейки Аква Олегория. Здесь я просто прохожусь, показывая вам полки. Дольче Габбана Лайт Блю. Все фланкеры представлены. И я прохожу к нишевой парфюмерии. Мои любимые The House of Oud. Это аромат с виноградом. Очень красивый аромат с виноградом. Не помню как точно называется парфюм. Далее я раздумываю несколько сезонов над ароматом The Time. Парфюм пахнет черным чаем. Очень свежий, легкий летний парфюм. И конечно же, несомненно, остается в хотелках Сахара Блю от Мореск. Это моя хотелочка в пятерке первых ароматов на покупку. Далее я протестировала несколько ароматов бренда BDK. Он у нас представлен только в магазинах Априль. И первый аромат Rouge Smoking. Очень красивый аромат вишни. И это помадная вишня. Очень косметическая такая. Жирность здесь присутствует помадная. Красивая вишня, но не самая красивая, я бы сказала. Следующий парфюм это Velvet Tonka. Мне вообще все ароматы со словом тонко в названии нравятся. Тоже очень красивый, мягкий, сладкий, теплый, чудо дымный аромат. Далее я тестирую Vila Neroli. Очень красивый белоцветочный аромат для любителей Neroli. Обратите обязательно на него внимание. Очень яркий, насыщенный. Из свежих, очень интересный цитрус Riviera. И Celle d'Argent, солоноватый, свежий морской аромат. Табак Rose мне очень тоже понравился. Такая сладковатая табачная роза, красивый флакон. И после магазинов я зашла в арому выпить кофе. Вот такая у нас здесь атмосфера. Это я вам показываю с витрин сладости. Моя любимая пирожная Alfa Oris. Вот это слева. Оно внутри со сгущенкой. И круассан с миндалем. На этом я с вами прощаюсь. Оставляйте свои комментарии под видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok